Эта конференция – традиция Автоваза. Здесь обсуждают итоги, строят планы, решают проблемы. В разговоре участвуют как руководители, так и работники, представители профсоюзных организаций. В отрасли автокомпонентов в Самарской области работают 60 тысяч человек. В 2021 году Автоваз произвел и отгрузил продукции на сумму почти 300 миллиардов рублей. Сразу четыре модели вошли в топ-10 – РОС и Экспорт. В 2021 году мы запустили Ларгус Фейслифт и Нива Тревел. Первое полугодие было очень успешным. Наша доля рынка достигла более чем 24%. Но потом начались проблемы. Причина – мировой кризис полупроводников, который отразился на всех, без исключения автопроизводителях. Иностранные компании не отправляли детали вовремя. Автоваз был вынужден остановить конвейер. В 2021 году в общей сложности на 83 тысячи 630 минут. Особую поддержку в решении проблемы с дефицитом поставок электронных компонентов нам оказывает губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Его личное участие в переговорах с компанией «Пош Самара» в августе прошлого года позволило значительно улучшить ситуацию с поставками. Не на прошлой неделе, 22 февраля, состоялась трехсторонняя встреча губернатора, представителей компании «Пош Самара» и руководства «Автоваза», где была еще раз обсуждена сложившаяся ситуация и возможные меры по ее решению. С 5 марта «Автоваз» приостановит сборку машин на 4 дня. При этом обязательства перед работниками выполняться будут, как и в 2021 году. В отчетном периоде выполнялись обязательства тарифного соглашения. Заработная плата, плата за отпуск выплачивались в полном объеме в установленной коллективным договором сроки. По обращению профсоюзного комитета было выделено 10 миллионов рублей для премирования работников к празднику весны и труда 1 мая. Размер премии составил 3000 рублей. Деньги на премию, заверил Николай Амор, предусмотрены и в этом году. Внимание! В этот непростой период, нынешний, приковано к «Автовазу», поверьте, и на уровне руководства страны. Буквально вчера был в Москве. И в постоянном взаимодействии нахожусь с руководством предприятия, с нашими коллегами из федерального правительства. Руку на пульсе держат все, понимает значимость предприятия, значимость крупнейшего трудового коллектива Самарской области для России. Все, что от меня зависит, для помощи предприятия, трудовому коллективу я сделаю, можете не сомневаться. Ольга Павловская, Александр Каракулько, Новости губернии.